Всем привет, ребят! Сегодня у нас 7 марта. Сразу хочу отметить, ночь у нас и день прошли без взрывов, слава богу, были только тревоги. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наш канал, кто недавно подписался, также всех наших постоянных зрителей, которые нас поддерживают, в комментариях, кто с миром и добром у нас, в общем, все на канале. Спасибо, ребят, вам за это. Ребят, вчера рассказывал историю, в которой наш постоянный подписчик Александр выехал с Харьковской области, доехал он до границы Польши, но там его встретили на границе фермеры. Он вчера писал, что несколько часов они стояли в пробке, в общем, он нам сегодня написал, он уже сказал, что вчера вечером ему удалось проехать через границу, попасть в Польшу. Было это очень непросто, потому что эти фермеры ведут себя там очень агрессивно. В общем, словесная перепалка уже там была с пассажирами, кто в автобусе. В общем, люди начали там ругаться, вот, потому что, говорит, было очень сложно, много было в автобусе маленьких детей, вот, и уже начали, в общем, родители ругаться, и приехала, значит, полиция до границы, и с трудом, в общем, им удалось проехать, в общем, границу. Ну, все в порядке, сказали, они вчера приехали, поселились они в хостеле, потому что время уже не было искать дома, жилья для себя. А сегодня он говорит, что им удалось уже найти и жилье. Приехали они, значит, в Варшаву, ребят. Говорит, все в порядке, но, единственное, говорит, их очень напрягает ситуация в городе, потому что там тоже какие-то забастовки начались, тоже какие-то протесты, говорит, толпы людей на улицах, полиция, в общем. Говорит, они не понимают, что там происходит, говорит, просто как бы какой-то трэш, говорит, уехали с Украины, думали, что приедем, будет все нормально, да, попадем, скажем так, в другой мир. Говорит, приехали, здесь тоже какая-то начинается ерунда, говорит. Почему они приехали в Варшаву, я спросил на них, какой-то другой город, говорит, потому что у них там много знакомых, их друзей поезжало, вот. Ну, они захотели поближе, так сказать, уже, чтобы как-то у них там была какая-то поддержка, вот. Поэтому они выбрали Варшаву. Ну, говорит, что будет дальше, говорит, будет нас информировать, в общем, держать в курсе новостей, вот. вот такая, ребят, ситуация. Так что, везде, видимо, весело. Всем привет, ребят. Сегодня я сама иду, схожу на новую почту. Тимочка пока спит, поэтому иду сама на улице. Холодно. Плюс один, что-то там градус или плюс два. Даже не смотрела. Но очень холодно, я вам скажу. После тепла не очень хочется этого холода опять. Хочется уже весны, тепленькой весны. Хочется. Ну, надо пойти сходить на почту и зайти там в магазин посмотреть кое-что. Так что, иду. Сережа и так говорит, давай, иди уже побыстрее, а то сейчас Тимочка проснется мне работать нам. Ну, ничего, посидишь немножко. Такие дела. Иду домой, зашла в голову, посмотрела кофе наше любимое, но его уже второй день нету в наличии, поэтому иду домой. Забрала просто посылку, ничего не купила, иду домой. Состояние сегодня погода какая-то, а голова просто раскалывается. Неужели опять магнитные бури? И я так податлива этим магнитным бурям, что у меня постоянно болит голова, как только какая-то погода, смена погоды, какие-то магнитные бури, о которых я потом узнаю, что у меня так болит голова постоянно. не знаю, но сейчас, но сейчас, приду, выпью таблеточку, все будет нормально. И нужно будет немного поработать, пока Тимочка спит. Надеюсь, что я успею сделать свои дела, пока он спит, потому что он, у него только такой период сейчас, что он постоянно хочет быть на руках. что-то куда-то иду, ползет за мной и научился же говорить мама теперь и теперь ползай за мной и говорит мам, мам, и ползет за мной, куда бы я не пошла. Вот что я вам говорила, план мой провалился походу прийти домой еще что-то успеть сделать, пока Тимочка спит. Тебе нужен мишка? Мишка? Мишка. Ой, вот так ты обнимаешь мишку. Что тебе там надо, сынуль? На дракушку. Мне? А мне зачем? Ты же дракон, а ори, папка. На. Зайку? Маме зайку. Маме даешь? маме. Ой, спасибо. Всем игрушки пораздавал. Это кому? А где твой гусь обнимусь? Где друг ты? Где друга обнимай? Друга будешь обнимать? Где твой? Друга будешь обнимать? Амм. Носки надо? Нет, не носки. Перчатки. Перчатки. Маме теперь даешь? Папка злой. Ай, маме. Все надо пораздавать ты. Что? Какая горечка, сыночка? Что? Маме мама хорошая. Это вчера и сегодня сколько раз говорит мама. Причем и я мама, и мама мама, и еще что там мама. цветочек мама. Да? Все мамочек. Все мамочек. Везде мама. Наши игры с Тимочкой. Тимка! Ой! Ой! Смеха, а тут ты мой маленький? Ой! Сынуль, лови! Бескунишка? Ой, какой ты зой! Лови тебе шарик. Сын, сын, лови! Оп! Ой! Приземлился! Кидай маме. О, кто-то уже мамон-планшет нашел. Кто-то нашел мамон-планшет уже? Сынуль, зачем тебе планшет, мамон? Ты скажи мне. Сынуля! Не работает? Давай поиграемся, давай. Где твои перчатки? Ой! Куда буздешь сейчас? Давай жопкой спускайся. Давай жопкой. За планшетом ползет. Сейчас упадешь, сыночка. Упадешь, зайка. мама да ты уже разблокировал уже ты что-то понажимал да сыну спасибо всем кто досмотрел этот ролик до конца поддержите наш канал подпишитесь на него также поставьте лайк если видео понравилось если не понравилось дизлайк ну а мы с вами увидимся уже завтра всем мирного неба на голову всем пока